Обращаться бережно нужно и с собственным организмом, вовремя проверяться у врача. В идеале избегать вредных привычек, ведь тоже курение является одной из основных причин развития рака легких. В Иркутской области это один из самых распространенных видов рака. Дарья Эйвазова узнала, как часто в регионе выявляют этот недуг и как можно снизить риск заболевания. Книги для 69-летнего Владимира Никандровича – один из способов скоротать время в больнице. Первый раз в Иркутском онкодиспансере мужчина оказался 5 лет назад. У него обнаружили рак легкого. Опухоль удалили, но спустя годы болезнь вернулась. Я находился все время под контролем, что ли. Обследовался и приходился, было нормально 4 года. А вот в этом году у меня обнаружилось на другом легке. Ну, как врачи сказали, что операцию нельзя делать, то что у меня заболевания другие есть. Поэтому теперь мужчина периодически проходит терапию. Его диагноз – один из самых распространенных видов рака в Иркутской области. Раньше он был на первом месте. Однако сейчас опухоли легких уступили место поражениям кожи и молочной железы. Но болезней не стало меньше. Просто другие виды рака стали выявлять чаще. При этом рак легких – один из самых опасных, ведь он долго не проявляет себя. Но даже с симптомами больные далеко не сразу идут к врачу. Я так называю, это низкий уровень социальной адаптации. Пациенты не пойдут в больницу, пока не появятся какие-то грозные симптомы. А, к сожалению, когда обращаются, 84% в нашем геоне пациентов имеют уже третью-четвертую стадию болезни. То есть это клинически значимые. То есть пациенты жалуются на дышку, кашель, кашель с прожилками крови. Есть и другие симптомы – боли в грудной клетке, проблемы с дыханием. При этом порой рак легких бывает сложно диагностировать. Он маскируется под бронхит, пневмонией, а сама опухоль бывает размером всего несколько миллиметров. И похоже на другие патологии. Мы не можем сказать, что вот 2 миллиметра мы увидели опухоль, что это опухоль, а не, допустим, не какой-то узелок фиброзный или лимфоузел. Поэтому кроме компьютерной томографии потребуются анализы, обследования, порой в стационаре. В среднем в год в Иркутской области выявляют 1200-1300 новых пациентов с раком легких. Мы знаем, что для него самый главный фактор – это курение. То есть достаточно отказаться от курения, чтобы снизить риск. Снизить, конечно, не исключить, такого не бывает, но значительно в десятки раз снизить риск развития рака легкого. А еще врачи рекомендуют хотя бы раз в год проверять легкие. Особенно людям старше 40 лет. Ведь от рака реально избавиться, если вовремя обратиться за помощью. Дарья Эйвазова, Виктор Черкашин. Новости по будням.